Всем привет! Сегодня видео о вот таком вот PowerBank Ali на 65 Вт с регулировкой выходного напряжения. Сразу хочется отметить основное назначение данного PowerBank это питание мощных устройств типа ноутбук. В принципе большинство ноутбуков сегодня оснащены достаточно емкими батареями и хватает на 4-5 часов вмеренной рабочей навкуски но без всех правил бывают исключения. В таком случае PowerBank является отличным решением для обеспечения питания устройства вдали от розетки. Основной проблемой может стать поиск подходящей модели так как выбор так уж и велик. В основном все PowerBank даже высокой емкости обладают выходными портами USB на 5 вольт а вот найти такие которые имеют выходные с другими выражения может быть не так уж и просто и плохим вариантом на мой взгляд является именно вот этот PowerBank Ali. Заказать его можно в китайских онлайн магазинах или на том же AliExpress. Для начала разберем заявленные характеристики. Для входа используется блок питания 16-21 вольт и ниже 1.5 ампера. В комплектацию он кстати не входит. Блок питания желательно заказать отдельно или подобрать из тех которые у вас есть в наличии. Выходные напряжения обеспечиваются в широком диапазоне от 3.6 до 21 вольт. Правда регулировка не плавная, а фиксирована с помощью специальных переключателей. Можно установить 3.6, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 21 вольта. Для максимального тока отдачи заявлено 3.3 ампера. Есть также выход отдельный USB 5 вольт на 2 ампера. Отсек для аккумуляторов рассчитан на 6 элементов 18650, которые подключены в виде трех последовательных секций по два параллельных аккумулятора в каждой. Максимальная емкость при этом можно обеспечить до 71 ватт-часа в зависимости от используемых аккумуляторов, которые также приобретаются отдельно, исходя из ваших потребностей. Переключение выходного напряжения происходит посредством двух ползунковых переключателей по бокам устройства. Один отвечает за установку небольших напряжений. Это 3.6, 5, 6, 9 вольт. Второй на обратной стороне устанавливает напряжение от 12 до 21 вольта. Чтобы задействовать второй переключатель, на первом необходимо установить положение T. Входной и выходной разъемы имеют одинаковые размеры под цилиндрический штекер 5,5 на 2,1 мм. Отличить можно по надписи IN и OUT. Между данными разъемами размещен USB 2 неподписанных кнопки, одна из которых отвечает за активацию устройства при первичной установке аккумуляторов, либо когда устройство полностью разрядилось. Вторая используется для контроля выходного напряжения. В прием нажатию и вдержании на дисплее устройства выводится выходное напряжение, по умолчанию же отображается напряжение на аккумуляторах. USB задействуется только в том случае, когда установлен режим 5 вольт, в остальных случаях он выключен. На верхней части устройства, помимо отсека аккумуляторов с крышкой, размещен небольшой дисплей и кнопка включения. При нажатии кнопки включения происходит подача напряжения на выходной разъем. На дисплее загорается напряжение на аккумулятор. В случае отсутствия какой-либо нагрузки происходит отключение устройства примерно через одну секунду с целью энергосбережения. Секторный дисплей фактически является вольтметром, следовательно определить степень зарядки аккумулятора можно только по отображаемому напряжению. Отдельного индикатора в процентах нет. В начале может показаться неудобным, но к этому быстро привыкаешь, если знаешь максимальное и минимальное напряжение. В моем конкретном устройстве зарядка заканчивается при индикации 12,5 вольт на дисплее, то есть фактически 4,17 на ячейке. Реальные замеры показали значение 4,2. Для долговечности используемых аккумуляторов лучше их снимать зарядки немного раньше, где-то при 12,3-12,4 на дисплее. Под нагрузкой отключение происходит при показаниях ниже 9 вольт, после чего в спокойном состоянии напряжение на аккумуляторах стабилизируется в интервале 3,1-3,2 вольта, что нормально. При максимальных нагрузках устройство достаточно сильно греется, особенно ближе к нижней границе разряда, когда напряжение на аккумуляторах падает. Двух металлических пластин в качестве радиатора по бокам батарейного отсека все же маловато для обеспечения достаточного тепловода при максимальных нагрузках. Какая-либо доработка охлаждения без нарушения целостности корпуса проблематична, так как внутри все плотно и свободного пространства фактически нет. Эксплуатация при малых и средних нагрузках не вызывает претензий. В комплекте нет кабелей. Некоторые продавцы добавляют кабель и 8 переходников, но он подойдет далеко не всем, поэтому не исключено, что придется дополнительно подбирать или мастерить кабель под свои потребности. Это может относиться и к зарядному устройству. Если под рукой нет подходящего по параметрам 16-21 вольта с не менее 1.5 ампер потоку и разъемом 5.5 на 2.1, то придется докупать или переделывать из того, что у вас есть. Например, у меня было несколько зарядных устройств от старых ноутбуков. Все подходили по вольтажу и току, но ни один штекер не соответствовал типоразмеру. При этом было несколько отдельных зарядных устройств на 5 вольт, но с подходящими штекерами. Пришлось совмещать и делать переходники для зарядки. Устройство задумалось отчасти не только как пауэрбанк, но и как источник бесперебойного питания. Увы, но данная функция не жизнеспособна. При подключении устройства в качестве бесперебойника происходит постоянное отключение нагрузки, из-за чего ноутбук переходит на внутренний аккумулятор. В случае отсутствия последнего ноутбук попросту выключается или зависает в зависимости от того, как реализована его защита от перепадов напряжения. Максимальная мощность, которую удалось достичь, составляет 63 Вт. То есть немножко не дотягивает до того значения, которое регламентировалось. Но возможно это связано с используемыми аккумуляторами, так как к ним предъявляются также дополнительные требования. Каждый аккумулятор должен обеспечивать стабильную токоотдачу 3,5 А или выше. Ну что ж, в целом устройство достаточно неплохое, но портит немного картину минусы, которые не делают его совершенным, но не значит, что непригодным к эксплуатации. Если у вас стоит задача запитывать мобильно где-то ноутбук дополнительно в условиях отсутствия розетки, то этот повербанк является неплохим решением. Ну на этом считаю, что видео можно заканчивать. Вроде как рассмотрел все основные моменты. Если я чего-то отпустил, пишите в комментариях, обязательно отвечу на все ваши вопросы. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok